Я буду делать такие маленькие, ну не то что пирожные, а такие пирожочки. Так, так, так. Вообще здорово, когда есть такая техника, потому что она мне так время экономит и мои силы на кухне. Ну и, собственно, и настроение создает хорошее, чтобы я без этого компания делала. Так, мне сейчас нужно 100 грамм сахара, 3 яйца, нужно взбить так, чтобы это хотя бы в 2 раза увеличилось в размере. То есть нужно серьезно поработать, поэтому так хорош весь комбайн. Здесь у меня 300 грамм белого шоколада. Так вот, говоря про это, значит, мне нужно сейчас 150 грамм, половину того, что у меня есть. Это американский такой рецепт, есть в Америке, любимый национальным, я бы сказала, десерт, который называется браунис. А это вот так в рецепте называется блондис, то есть блондинки. И тут, что мне понравилось, мало того, что шоколад, он нежный, у него гораздо более деликатный вкус, чем, конечно, у черного шоколада, естественно. Хотя я обожаю шоколад, я совершенно шоколадоголик и не стесняюсь, не боюсь в этом признаваться. Но здесь этот вкус в этих пирожках, не пирожках, пирожных, кексиках, в замечательном, в общем, десерте, оттеняется еще клюквой. Так, на 4. Клюква в таком белом оформлении, по-моему, потрясающая. Дальше мне сюда еще нужно сливочное масло. Сливочного масла мне нужно ровно пачка, 200 грамм. Разрезанное на кубики масло. Кубиками вот такие вот порезанные. 200 грамм, ровно пачка. Отправляю. Сюда же шоколаду. Пока там все топится. Посмотрим, ой, яйца ведут себя просто замечательно. Сюда же пол чайной ложки ванильной эссенции. И чайная ложка разрыхлителя. Не все. Такой вот крупненький апельсин нужно весь совершенно стереть на такой вот мелкой терочке, чтобы получилась цедра. Ну вот, чайная ложка цедры апельсина. Праздники, 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 и сразу все ароматы праздничные. Здесь у меня отмерено 200 грамм муки. Так, но муку мы не будем спешить туда вмешивать. Вот масло стало таять. Как только масло стало таять, можешь начинать помешивать. Получиться у тебя должна такая довольно однородная масса. Все, как только ты увидела, что у тебя практически все масло растворилось, снимаешь с огня, продолжая помешивать, немножечко охладить. Так как действительно я хочу все сделать максимально быстро, поэтому я для этого переливаю просто ненадолго. Видишь, какого красивого цвета получается. Просто апельсинного цвета такого. И на более медленной скорости соединяю ее с яйцами, потихоньку, тонкой струйкой. И тут же медленно начинаю вводить муку. Ох, как пахнут апельсины. Какое-то сочетание немыслимой с белым шоколадом. Но это же еще не все. Вот здесь у меня 100 грамм клюквы. Ну, обыкновенной вяленой клюквы. Отправляю туда 3 четверти всей клюквы. А вот этот шоколад, который, то есть остальные оставшиеся 150 грамм, я отправляю туда на совсем медленной скорости, чтобы просто венчик не поломал. Вот этот шоколад, он станет таким жидким, когда будет торт, когда будет этот пирог теплым. А потом он застынет, они станут опять такими же хрустящими шоколадными. Что можно придумать лучше? Итак, когда у тебя весь белый шоколад искрошен, выключаешь комбайн. Достаешь какую-нибудь форму. Так, форму лучше брать разъемную. Почему? Потому что... Так, 25 минут еще не прошло. Потому что в разъемной форме проще его потом оттуда освободить и разрезать так, как тебе нравится. Форму, конечно же, нужно обязательно как следует смазать. В форму, смазанную маслом, выкладываю тесто. Присыпаем сверху клюковкой. Это очень вкусно, как с изюмом. Когда изюм запекается, зажаривается, он становится совсем другой, чем тот изюм, который пропеченный. И вот эта разница тоже играет маленькую, но важную роль. Вот температура 180 градусов. И отправляем это минут на 20. Но потом нужно просто проверить, конечно, спичечкой, как он пропекся или нет. Заглядывать можно на 10-й минуте уже совершенно спокойно. Просто потому, что это же не такое тесто, знаешь, которое боится, что его тревожит. Это тесто довольно простое в исполнении и послушное. Так. Как там поживают мои блондинки? О, блондинки поживают хорошо, по-моему. Вынимаем. И ни в коем случае не тревожим до тех пор, пока не остынет. Как я тебе сказала, если его присыпать пудрой или даже украсить, может быть, взбитыми сливками, он и так прекрасен, как торт. Самое время посмотреть, что с нашими блондинками. Вот, смотри. Проверяем, насколько остыли. Хорошо, очень остыли. Посмотри, как хорошо поднялись. Красавицы! Разрезаю эту красоту вот так. Потому, что мне действительно нужны очень маленькие кусочки. Я специально не хочу такой правильной формы. Я хочу, чтобы это было такими поломанными домашними кусочками, которые я буду вот так вот переворачивать. В общем, так ты укладываешь на форму все кусочки свои. Вот, посмотри, тут видно как раз кусочки шоколада, видишь? Да. Вот он сейчас растопленный, а потом он застынет и будет хрустящим. В общем, как только у тебя все это выложено, ты берешь сахарную пудру, берешь уж блондинки-то блондинки, сито. И так, как я тебе сказала, я добавляла мало сахара в десерт, я теперь поэтому смело присыпаю сахарной пудрой. Вот получается такой праздник. Десерт готов!